Известно, что некоторым птицам свойственно улетать на юг. Они покидают привычное место обитания в осеннее время, а возвращаются только весной. О том, куда именно улетают птицы и по каким причинам, узнаете в нашем следующем сюжете. У птиц существует определенный сезонный ритм, в соответствии с которым происходят те или иные жизненные акты. Большинство птиц, обитающих на территории Республики Татарстан, являются перелетными. Именно поэтому с изменениями климатических условий они начинают торопиться в теплые края. Многие заблуждаются, что перелетные птицы летят именно на юг. Это может быть и восточное, и западное направление. Более того, есть уникальные случаи, когда птицы летят в теплые края на север. Что является ключом для перелетов или сигналом к этим фенологическим событиям? Дело в том, что птицы, ведь они как существа теплокровные, а температура их тела за 40, 42, 41 градус, это обычная температура, в отличие от нас с вами. И поэтому для них сигналом является неизменение температуры. Ну, например, некоторые птицы наши перелетные, например, тот же самый знакомый нам черный стриж, который мы обычно всегда наблюдаем во время пролета, берелетов, вот когда они собирают комаров в воздухе с визгом таким мощным. Как правило, они улетают у нас в середине августа. И в этом году произошло именно так. Хотя вы помните прекрасно, август был еще достаточно теплый. Говорить о том, что будут скоро холода, еще не приходится даже сейчас. Поэтому их полет, отлет, вернее, связан в первую очередь с уменьшением количества корма из-за сокращения количества светового времени дня. Соловей никогда не прилетит раньше грача, а скворец раньше стрижа. В этом году произошла задержка от лета ряда перелетных видов. Именно поэтому на улицах Казани мы пока еще видим огромное разнообразие пернатых. Сейчас готовятся к отлету те, кто питается ягодами, например, славки и пеночки. Также практически до сих пор сохранился весь набор водоплавающих птиц. Надежда Мещерякова, Радмир Софиулин, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова